Здравствуйте! С вами Марина Романюк. О главных темах недели поговорим прямо сейчас. Смотрите в выпуске. День железнодорожника в Рязани. Праздновать начали в пятницу. Спросил за все основные тезисы заседания правительства. Борьба за порядок. Очередная несанкционированная свалка возле населенного пункта. Россельхознадзор продолжает религии. День железнодорожника. Профессиональный праздник всех работников железной дороги вне зависимости от занимаемой должности. Традиционно отмечают его в первое воскресенье августа. В этом году дата выпала на седьмое. Однако праздничные мероприятия начались уже в пятницу. На Лыбецком бульваре ни пройти, ни проехать. Сегодня здесь развернулось сразу несколько тематических площадок. Как познавательных о железнодорожных профессиях, так и развлекательных. Дата выбрана не случайно. Торжественное мероприятие посвящено Дню железнодорожника. Быть железнодорожником непросто. Это настоящее жизненное призвание для сильных духом и характером людей, способных совершать невозможное. Именно так создавались российские железные дороги. Так они работали на самых сложных этапах нашей истории. Так продолжают работать сегодня, решая задачи государственного масштаба, соединяя в одно целое великую страну судьбы живущих в ней людей. Для рязанцев это важный праздник. В одной только области расположено 124 остановочных пункта, 40 станций. Ежедневно курсируют 53 пары пригородных поездов. Больше 150 предприятий перевозят сырье и продукцию по железной дороге. Без РЖД эта работа была бы совершенно невозможной. Отметил временный исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. Российские железные дороги в последнее время стали уже таким настоящим эталоном качества. Все всегда идеально. И вот я от имени всех рязанцев благодарю вас за профессионализм, ответственное отношение к делу. Сегодня вот у нас лучшие сотрудники получают заслуженные награды. Среди них знаю заместитель главного ревизора по безопасности движения поездов Петр Щегорцов, грамотный принципиальный руководитель. Также вот среди награжденных Алексей Волков, начальник Московско-Рязанского отдела инфраструктуры, знаю, что программа по повышению производительности труда перевыполнена в два раза. И в этом есть и его большая заслуга. На торжественном мероприятии, посвященном Дню железнодорожника, работники отрасли получили свои заслуженные награды, благодарственные письма и памятные подарки. Не обошли вниманием работников всей отрасли, вне зависимости от должностей, потому что каждый сотрудник – это важное звено огромной цепи. Особое внимание, конечно, ветеранам. Я от всей души благодарю вас за то, что вы есть, за то, что вы помогаете нам организовывать работу с молодежью. Ваша помощь в этом вопросе неоценима. Долгих вам лет жизни. На торжественном мероприятии далеко не все работники отрасли. Многие остались на местах, обеспечивают бесперебойное движение составов. Их работа, может, и не так заметна. Однако, благодаря этим сотрудникам, товарные поезда доставляют грузы по всей России, а пассажирские отправляются и прибывают вовремя. Почувствовать и себя в профессии сегодня мог любой рязанец. На тематической выставке были и шлемы виртуальной реальности, и костюмы работников РЖД разных лет, часть которых можно было примерить. И кто знает, может такая экскурсия определить для какого-нибудь юного гостя его будущую профессию. Валерий Седов, Юлия Пятницкого. Телекомпания. Город. В Рязань прибыл поезд Победы. Это уникальный передвижной музей, в экспозициях которого запечатлены образы прошлого нашей страны. Непарадный портрет Великой Эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах. Посмотреть на поезд собрались десятки рязанцев и гостей города, включая временно исполняющего обязанности губернатора Павла Малкова. Поезд Победы прибыл на Рязань-2 еще утром. Соответствующую атмосферу дополняет песня «День Победы», строки которой разносятся по всему вокзалу. Рядом с поездом железнодорожники раскрыли огромный российский флаг. Тоже своего рода символ. Полотно поделено на квадраты, в каждом из которых написаны имена. На белом – вернувшихся с фронта, на синим – пропавших без вести, на красном – погибших. Через этот символический флаг на экскурсию по поезду направился временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков. Житом, просмотр готов. Начальник комплекса Старостин Сергей Викторович. Пожалуйста, проходите. Поезд Победы – это первый в мире передвижной иммерсивный музей. Здесь 12 вагонов, 10 из которых отведены под экспозиции. Стартовала экскурсия для Павла Малкова с первого вагона. Хронологически это момент начала Великой Отечественной войны. Дальше – самые основные ее этапы. Знакомые каждому человеку из учебников истории, но в реальности пробирающие до мурашек. Представите, он у нас отступит в двери товарного вагона, что идет вдоль дороги жизни. Павел Малков оказался здесь впервые. На обзорной экскурсии останавливается у каждого экспоната, слушает истории. Вместе с гидом Сергеем Лукшой проходят через важные временные отрезки – тяготы и лишения боев к главному, последнему вагону победы. Это последний вагон нашей экспозиции, тоже победа, дорога домой. Здесь у нас едут герои. Он посвящен победе нашего народа. Компанию Павлу Малкову составил Валерий Танаев, начальник Московской железной дороги. Эту экскурсию они прошли вместе. И по заверениям Павла Малкова, музей «Поезд Победы» ему понравился. И хорошо, что удалось посетить его именно в день железнодорожника. А вот Сергей Лукша сожалеет, что прошли весь путь без одной важной для погружения детали – наушников. Мы прошли с ним в обычном режиме. Прошли, к сожалению, без наушников. Надо сказать, что при посещении нашего поезда мы всем нашим гостям предлагаем воспользоваться оборудованием. Это наушники, аудиогид. И у каждого нашего гостя звучит персональная история. История, начитанная Екатериной Гусевой, ведется поисование от лица машиниста. И люди идут, слушают персонально каждую свою историю. Экскурсия для в Рио губернатора закончилась. Однако сам «Поезд Победы» будет работать до 7 августа на вокзале «Рязань-2». Чтобы посетить его, билет покупать не нужно. Достаточно пройти регистрацию на сайте поездпобеды.рф. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Об особом противопожарном режиме говорил на правительстве временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. Он призвал чиновников быть на чеку. Но вначале спросил с них за обращение жителей. Подробности далее. Исполнение поручений в Рио губернатора для чиновников теперь стало и таким домашним заданием перед контрольной. На этот раз начали с водоснабжения Старожилова. Там, по словам местных, краны начинают работать только по ночам. Разъяснительные беседы с жителями провели. Два насоса поменяли, отчитался глава района. Теперь, видимо, жалобы отсюда станут реже. В Скопинском районе жители ждали ремонта дороги у Сретенского собора. Если быть точным, пяти участков. Районные власти пакет документов подготовили, насчитали на 4,5 миллиона. Теперь ждут денег. Минфин прошу оперативно тогда отреагировать. Деньги небольшие, а финансовую сторону вопроса надо решить. А жителей прошу еще немного потерпеть из близлежащих домов. Потерпеть с ремонтом дороги придется и жителям Шиловского района. Трех с половиной километровый участок автодороги Полтавка-Аделина-Мелехова традиционно для рязанских дорог напоминает прифронтовую ракаду. Ямочный ремонт здесь проводят регулярно, но, судя по видео и соцсетей, это не особо-то помогает. И, тем не менее, местные власти упорно настаивают именно на ямочном ремонте. Три с половиной километра, о которых вы говорили, находятся в критическом состоянии. Общая протяженность этой дороги, которая находится на балансе дирекции дорог Рязанской области, 13,3 километра. В течение минувшей недели специалистами ДДРО и Рязань-Автодора была проведена работа по оценке ее состояния. Было принято решение о технологии ее ремонта. И с четверга, то есть 4 августа, Шиловская ДРСУ приступает к ремонту первых шести километров этой автодороги картами. Другой вид ремонта там невозможен. Оставшиеся семь километров в текущем году будут отремонтированы методом проведения ямочного ремонта. Отдельно Павел Молков остановился на соблюдении противопожарного режима. В области уже начались первые возгорания. Например, в Клепиковском районе горит торф, там уже все окопали и блокировали, но почивать на лаврах рано. Я ко всем коллеге обращаюсь и к профильным ведомствам и главам администрации усилить информирование по запрету въезда в леса и по всем остальным противопожарным мерам и мероприятиям. Пока еще мы видим, что в том числе возгорание происходит из-за нарушения вот этих самых установленных ограничений. Давайте мы в этом направлении работу еще больше усовершенствуем. Пока что статистика на стороне властей. Очагов на 62% меньше, чем в прошлом году, но Рязань на карте прогнозов лесных пожаров в так называемой красной зоне, самой опасной. То есть все только начинается. Очередную несанкционированную свалку зафиксировали сотрудники МЧС и Россельхознадзора снова в области. На этот раз стихийный полигон обустроили близ села Заокское. На место выезжала и наша съемочная группа. Здесь у нас земельный участок сельскохозяйственного назначения, на котором в северной части мы, соответственно, обнаружили захламление твердыми бытовыми строительными отходами на площади 900 квадратных метров. На этой свалке можно найти практически все. Вот детали автомобиля, а вот доски до шифер. Такая горка собралась явно не за день. Это долгая и плодотворная работа. Обнаружили свалку местные жители. Рядом сельхоз ближайшего поселения Заокское. Люди обратились в контролирующие органы. И на уже привычное место с совместным рейдом прибыли сотрудники Россельхознадзора и МЧС. Бывали прецеденты. Площадь данных свалок, она то уменьшалась, то, соответственно, увеличилась. На этом месте? На этом месте и чуть подальше. Мы, соответственно, проводили ранние проверки. Заставляли правонарушителей ликвидировать данные захламления. Ну, соответственно, часть захламления ликвидировалась, часть вот разрасталась. ООО «Агрокапитал», а именно этому юрлицу принадлежит данная территория, нарушают не в первый раз, говорят сотрудники. Сейчас ко всему воруху претензий добавился еще один пункт. Горы мусора могут и загореться. И в перспективе огонь перекинется и на ближайший населенный пункт, и на леса. Нарушение требований пожарной безопасности никак со временем года не связано. Юрлицу может прийти еще одно предостережение, уже от МЧС, по административной статье. Либо предупреждение, либо штраф до 400 тысяч. А вот с предостережением от управления Россельхознадзора есть один нюанс. На данный момент в связи с специальной военной операцией проверки у нас пока приостановлены. Поэтому мы можем обследовать данный земельный участок, выявить это закламление, рассчитать площадь и, соответственно, выписать предостережение с последующим устранением данного правонарушения, с ликвидацией свалки и, соответственно, с рекультивацией нарушенной площади. Если предостережение не сработает, сотрудники управления Россельхознадзора напишут обращение в природоохранную прокуратуру. И будут всячески пытаться организовать проверку. Просто так, говорят, ситуацию не оставят. А пока что стандартная процедура. Отбор проб на химико-токсикологические показатели с двух разных глубин. Эти пакеты с землей отправят в Тульскую лабораторию. Исследуют на бензопирен, медь, цинк, железо и другие тяжелые металлы. А если обнаружат, сумма ущерба станет больше. Но это как снимут ограничения. Тогда сразу же пройдет так называемая документарная проверка. Со всеми вытекающими. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Традиционно 2 августа в Рязани проходит праздник в честь образования воздушно-десантных войск. В этом году это 92-я годовщина. В честь праздника в Рязани прошла концертная и показательная программа. Цветы к памятнику легендарного командующего ВДВ возлагают временно исполняющие обязанности губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков и начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова, дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова, начальник Рязанского территориального гарнизона Руслан Леонтьевич Евкодимов. Праздничный день для в Рио губернатора Павла Малкова и начальника территориального гарнизона начался с возложения цветов к памятнику легендарному дяде Васе Василию Маргелову, основателю воздушно-десантных войск. После на мемориал воинам-рязанцам, погибшим в локальных воинах. Музей ВДВ встретил руководителя региона коллекции с более чем 50 тысяч экспонатов и множеством исторических фотографий, которые сделаны на важных этапах становления десантных войск. Удар – это именно то, что спасает от их последствий, которые могут легендарно повторить на многое студенты. Практическую часть праздника по традиции проводят на стадионе «Спартак». Именно здесь своеобразные выставочные павильоны, образцы современной техники, вооружения и экипировки воинов-десантников. Сегодня значимый день для всей страны, но особенно он значим для нашего региона. Рязань – это столица ВДВ, это гордость нашего города. И в день воздушно-десантных войск, где всегда особая атмосфера. Сотни, да даже тысячи офицеров-десантников из разных уголков России приезжают на этот праздник. Из города, он, как и Рязанское училище ВДВ, для многих стал вторым домом. Десантники всегда впереди, всегда. История ВДВ берет свое начало в далеком 1930-м. Тогда, 2 августа, на территории Московского военного округа совершили первый прыжок с парашютом воздушные десантники – 12 бойцов Красной Армии. Спустя почти 100 лет к войскам ВДВ причастны около 150 тысяч рязанцев. Рязанские десантники добросовестно выполняют свой воинский долг, постоянно владевают профессиональными знаниями, совершенствуют свою выучку воинское мастерство, осваивают новые образцы вооружения и военной техники и с честью несут нелегкую службу по защите государственных интересов России и обеспечению ее безопасности. За всю свою историю Рязанское десантное училище подготовило почти 50 тысяч офицеров. В состав вуза входят два факультета, 20 кафедр, несколько образовательных батальонов, сотни обучающихся, десятки тысяч выпускников. Явно говорят о том, что наша страна в надежных руках. И под куполом крылатой гвардии. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Партнер программы «Неделя города» выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. Последний месяц лета, август, навевает грусть. Осень так близко, что и глазом не успеете моргнуть. Зафиксированное на полотнах великих художников в такое разное лето, всегда можно вдохнуть, рассматривая шедевры русской живописи. Например, в Рязанском художественном музее. Исаак Левитан, ученик Саврасова, он стал одним из классиков русской живописи. Его полотна Константин Паустовский сравнивал с произведениями Антона Павловича Чехова. Они также подробны и точны, требуют долгого общения с ними. Этот этюд – подготовительная работа к последнему масштабному произведению художника – картине «Озеро». Дрожащие мазки, убегающие вдаль облака, река извивается и прячется от глаза в перспективе лугов. Летний пейзаж, так привычный нашему взгляду, скромный и не броский на первый взгляд и такой прекрасный в своем умиротворении. А вот у Ивана Шишкина другая атмосфера на полотнах. Иван Иванович Шишкин – верстовой столб в развитии русского пейзажа, человек-школа, так сказал об этом живописце, другой замечательный русский художник Крамской. А Критик Стасов писал, в картинах Шишкина изображена природа, достойная богатырского народа. Вы видите опушку леса. Небольшая по формату картина, представленная в экспозиции нашего музея, но художник удивительно точно сумел передать эпический образ богатырской русской природы. Скорее всего, это участок дюн на берегу Финского залива, где жил мастер и выезжал писать. Потрясающе. Сосны, песок, немножко напоминает нашу Солочью и хочется оказаться в атмосфере этой картины. А вот картина Владимира Маковского навевает сказочное настроение. Детство, лес, деревня, юные пастушки. Лето такое разное, и если вспомнить слова песни, лето – это маленькая жизнь, это настоящий праздник. Зеленая трава, деревья слегка подернуты уже осенним багрянцем, но лето еще никуда не уходит. Оно напоминает о себе за окном жара, а здесь какая-то особенная атмосфера, созданная художником. И наступит зима, и осенние дожди, а в нашем музее всегда лето и картина Владимира Маковского «Пастушки». Что, как ни море, ассоциируется с летом? Певец моря Иван Айвазовский родился в Феодосии и всю жизнь писал море. Более шести тысяч произведений и несколько шедевров в залах нашего музея. Один из них – «Штиль на море». Какие мягкие, теплые, гармонизированные цветовые отношения использует мастер для передачи настроения картины. Так и хочется оказаться на берегу этого ласкового, манящего моря. Но посмотрите, облако поднимается на линии горизонта и кажется пока еще легким, прозрачным и воздушным. Но, может быть, оно уже несет с собой ветер и вскоре безмятежная гладь моря сменит свое настроение на прямо противоположное. Авторы XX века также вдохновлялись летними мотивами. Иван Архипов, рожденный на Рязанской земле, творивший в начале прошлого столетия, его кисти принадлежит полотно после дождя. Яркий самобытный талант художника, размашистые, разнонаправленные мазки, цветовые соотношения. Художнику очень точно удается передать то состояние, когда природа еще не успела прийти в себя после ошеломляющего летнего ливня. А вот натюрморт Мортира Сосарияна наполнен солнцем и теплом, запахами летнего луга. Сам мастер как-то сказал, природа создает человека для того, чтобы, взглянув на себя его глазами, восхититься собой. Выставка произведения русско-швейцарского художника Игоря Новикова и его отца Алексея Новикова при поддержке Русско-швейцарского фонда поддержки современного искусства открылась в Рязанском художественном музее. Название выставки «Диалегии» соотносится с самобытным явлением театральной жизни Петровского времени, конец XVII – начало XVIII веков. «Диалегия» – это пьеса, где нет места драматическому действию. Все повествование строится в форме диалога, разъясняющего зрителю нравственные вопросы. Неспешность и сосерцательность «Диалегии» – ключ к пониманию творческого метода отца и сына Новиковых. Игорь Новиков получил художественное образование в Московском художественном институте Сурикова в эпоху угасания официоза в искусстве. О своем подходе к созданию картины он говорит так. Я преклоняюсь, конечно, перед мастерами, которые пишут березки, водопады. Мне это интересно, но это уже писалось очень много раз. И я, конечно, профессионал, я учился 17 лет. И я прекрасно могу рисовать, писать, потому что хорошую советскую школу прошло, хороших педагогов очень. Но для меня это скучно. Писать одно и то же, сарай какой-то там, или коня на сене. Ну, интересно, но скучно. Потому что все равно ты не напишешь как Серов, или как Левитан, или как Король. Не напишешь так. Живем в другом времени, его надо передать. Ну, как это ты сделаешь? Это уже вопрос художника. Его самобытный талант притягивает внимание критиков и искусствоведов. Он стипендиат ЮНЕСКО, сотрудничает с рядом европейских галерей. При этом основной темой его полотен остается переосмысление современной истории России. Я все-таки считаю себя русским художником. И я не смеюсь над Россией. Я, наоборот, настоящий патриот. И ставлю вопросы, почему это происходит. И я стараюсь показать в своих картинах вот эту боль, страдания народа, который уже много лет происходит эксперимент на нем. Яркий представитель современного искусства Игорь Новиков создал свой собственный неповторимый стиль, сплав традиций и смелый вызов эпохи. Классические пейзажи и аллюзии к известным полотнам всегда дополнены пиктограммами в виде человечков, отражая проблему обесценивания человеческой индивидуальности и ломки эстетических идеалов современности. Вот, допустим, Левитана особо не знали на Западе. Я не хвастаюсь. Я вам говорю. И я когда создал вот эту Владимирку, ну это я еще делал, когда у нас было хорошее время, седьмой год, я написал эту картину Владимир. Или, допустим, «Золотая осень», «Красоты русской природы» и опять перевернутый народ. Творчество его отца Алексея Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны. Это целая мифологическая система с простыми персонажами, живущими в провинциальном мире. Оригинальная композиция, своеобразие цветовой гаммы, отрицание канонических принципов изображения объектов. При простоте композиции и обыденности мотива создает собранные монументальные работы. Пишет он до сих пор, хотя на открытие выставки и не смог приехать. Увидеть своими глазами и переосмыслить вместе с авторами страницы современной истории можно в течение двух ближайших месяцев. Кстати, к окончанию выставки Игорь Алексеевич обещал встречу с посетителями музея. Не пропустите. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Выставка продажи икра и рыба «Камчатская» снова в Рязани. Многие уже попробовали их продукцию, знают, что аналога не найти в магазинах. Свежайшая рыба разных видов, икра, морепродукты, качество гарантировано. Если вы еще не пробовали, то самое время отправиться к торговому центру «Премьер» за покупками. Сейчас буду пробовать первый раз чавычу. Достойный вкус, как с дождем. Я вообще очень люблю рыбу, но это одна из самых вкусных, какую я пробовала. Спасибо большое. Здесь, на выставке продажи икра и рыба «Камчатская» можно приобрести одну из самых ценнейших и вкуснейших рыб – чавычу. Польза чавычи для организма заключается в содержащихся в ней витаминах, которые регулируют все внутренние процессы. Мясо королевского лосося, как еще называют чавычу, содержит полиненасыщенные незаменимые кислоты, которые активно участвуют в метаболических реакциях, стабилизации работы центральной нервной системы, предохраняют от возможных инфарктов, инсультов, других заболеваний сердца и сосудов. Все быстренько, все разбирается. Видите, сколько народу-то. Поэтому всегда, вот сколько дней стоят, они всегда, ну я, ну как сказать, в гости еду, чтобы гостей, как сказать, угостить. Благодаря нежному вкусу рыба и ее поимка у некоторых коренных дальневосточных народностей относилась к разряду культовых. Интересно, выдающийся русский путешественник и исследователь Дальнего Востока Крашенинников так описывал почтительное отношение к чавычу у камчедалов. Пойманную первозаходную рыбу те запекали на костре и съедали с великой радостью и ликованием. Камчатские аборигены утверждали, что по вкусу чавыча превосходит всех имеющихся на полуострове рыб. Хорошее впечатление. Вот в следующий раз они приехали, мы ждали, ждали, они сейчас приехали, думаю, наверное, жира их нету. И сейчас снова взяли, набрали. И вкуснее, во-первых, вкуснее, видимо, на тлов свежее, да, даже очень, так, бутербродик от души скушаешь. Всего же на выставке продажи более 35 видов рыбной продукции. Это омуль, белорыбица, кижуч, нерка, окунь, икра. Женщинам употребление морских даров помогает предотвратить проявление анемии, повышает иммунитет, защитные функции организма, улучшает состояние кожных покровов, волос и ногтей. У мужчин при употреблении чавыча улучшается белковый обмен, синтез жиров и углеводов, повышается уровень тестостерона, а также рыбная диета способствует укреплению мышечной костной ткани, снижает риски проявления возрастных заболеваний. Самая свежая и вкусная рыба возле торгового центра «Премьер» работает до 6 августа включительно. На этом у меня все новости. Смотрите больше репортажей и интервью с интересными людьми на нашем сайте и в социальных сетях телекомпании. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»